Это Kia Stinger 2019 года. Человек привез ее из Кореи для личных нужд. И сегодня мы будем ее обозревать. Друзья, всем привет! Мне кажется, вы стали забывать, что ранее мы снимали еще обзоры на автомобили. Но в силу сложившейся ситуации на авторынке в России, смысла в этом я больше не вижу. Но теперь появляются вот такие экземпляры, привезенные из-за границы. На секундочку для затравочки. Автомобиль 2019 года с пробегом 25 тысяч километров. И это еще не простая версия. Мотор здесь двухлитровый, максимальная комплектация, но он идет с тормозами Brembo. Здесь идут оригинальные карбоновые обвесы. Здесь есть еще фишечки, о которых расскажет сам владелец. И вот подобные автомобили в Корее на наши деньги стоят примерно полтора миллиона рублей в среднем. Есть машины миллион семьсот. Как вам такие цифры? Звучит неплохо. Но всегда встает вопрос, а сколько будет стоить, чтобы он точно так же стоял в вашем городе? И вам оставалось только лишь поставить его на учет. Вот об этом сегодня мы с вами поговорим. Все детально расскажем в цифрах. Он расскажет прикольные истории из покупки, как он вообще выбрал автомобиль. Короче, ролик будет насыщенным. Я оставлю тайм-коды в описании. Сейчас кратенько, но быстро знакомлю вас со спонсором выпуска. И после чего мы переходим к основному. Приятного просмотра. И все, у кого есть свой дом, дача, земельный участок, гараж, коммерческая недвижимость и все, что с этим связано. Ребята, обратите внимание на ту посылочку, которая мне пришла. Вот же она. Как вы думаете, что здесь? Мойка высокого давления Акваган от Даджет. Купить ее можно абсолютно на любом маркетплейсе. Обратите внимание, какой идет удобный бокс. Значит, что внутри, в чем фишка и как это работает, сейчас я вам оперативно покажу и расскажу. Открываем. Первое. Мойка высокого давления Акваган. Носик распылителя. Две насадки на 40 и 0 градусов. Пульверизатор для автомобильного шампуня. Погружной фильтр тонкой очистки. Обратите внимание, 5-метровый шланг подачи воды. Аккумулятор, которого хватает примерно на 30 минут беспрерывной работы. Естественно, само зарядное устройство для аккумулятора. И инструкция, в которой все, простыми словами, расписано, как и чем здесь пользоваться. Мойку высокого давления Акваган от Даджет я собрал за полторы минуты. А теперь давайте посмотрим, что она из себя представляет в деле. Одно из ключевых преимуществ этой мойки, что она не требует подключения к водопроводу. То бишь, вам потребуется просто любая бочка или иная емкость с водой. Во-вторых, здесь давление 30 атмосфер. А это говорит о том, что вы, в принципе, сможете помыть как автомобиль, фасад дома, плитку, полить даже растение. Ее используют для дач. Только не забывайте о том, что если вы поливать будете с удобрением, после применения мойку нужно будет хорошенечко промыть. А так все работает элементарно. Сбить пыль с брусчатки. И сама по себе мойка очень удобно лежит в руке. Итак, мойка Акваган от Даджет. Отличное соотношение цена-качество. Ссылочка со всеми подробностями уже ждет вас в описании. Покупайте и пользуйтесь на здоровье. Друзья, знакомьтесь, Иван, 28 лет. Вань, огромное тебе спасибо, что написал. Буквально недавно приехала ласточка. И сегодня ты людям рассказываешь поэтапно, сколько стоило ее привезти как частнику. Соответственно, с какими подводными камнями ты столкнулся и мог столкнуться. Короче, ролик будет интересный. Но, прежде чем мы начнем, расскажи кратенько, какая у тебя была до этого машина. Что ты хотел себе покупать. И как ты пришел к пониманию, что все-таки у тебя будет стингер. Да еще и скорее. Всем добрый день. История такая, что была у меня Мазда 6. В прошлом году, августа, месяца попали в аварию с женой. Очень серьезная авария была. Машина в утиль, грубо говоря. А получилось забрать с виновника ДТП всего лишь 400 тысяч. И то по ОСАГО, потому что он даже не был допущен к управлению транспортным средством. Вот так вот. Вот так вот бывает. Был водитель Газели. Шикарно. В общем, дальше как получилось. Мы два месяца отходили, приходили в себя. После того, как пришли в себя, поехали выбирать машину. Очень нравилось сначала Ауди А5. Приехали, выбрали, заказали под себя. Все вообще в идеале. Полный фарш. Шикарно. Выходила она там 4800. Мы закинули предоплату. А дальше наступает март, перезванивает дилер и говорит, слушай, машина приедет чуть попозже, все хорошо, но цена немножко изменится. Проходит буквально три недели, дилер перезванивает и говорит, цена будет примерно 9,5 миллионов рублей, что скажешь. Иван сначала не торопился забирать предоплату, думает, ну дай-ка дождусь автомобиль. В итоге перезванивает и говорят, что машина не приедет вообще. Он успешно забирает предоплату и принимает решение, что нужно искать альтернативный вариант из автомобилей. Наступает апрель-май и вы с супругой принимаете решение, что будете смотреть Kia Stinger. Почему Kia Stinger? Во-первых, он красивый. Во-вторых, альтернатива очень неплохая в ценовой категории, потому что он намного дешевле стоит. Особенно от нового предложенного Ауди А5. И решили, что будет Kia Stinger. И поехали искать по Москве и Московской области автомобили. Но вы уже смотрели по Москве и Московской области автомобили с пробегом. Да, с небольшим. Ну и что рассказывает, какие цифры частники называли, какие пробеги и что, собственно, они предлагали за эти деньги? Значит, по Москве вообще изначально ценник был где-то в районе 3,5. 3,3-3,5. По факту, когда приезжаешь, все еще, я понимаю, люди пытаются свою машину любить. Выставлять, что она в идеале. На ней нет ни царапины, без ДТП. По итогу, как получается? Мы приезжали, смотрели автомобиль. Вот все, я посмотрел 20 автомобилей вместе с женой. Москва, Московская область. Это было даже, даже Екатеринбург был, я помню. Автомобили были ушатаны, вот честно говоря. Вот просто внутри некоторые, которые стояли в дилере, даже некоторые не участников смотрели, а дилерские автомобили, они были настолько убиты, хотя был один владелец, что слов у меня вообще не было. То есть даже не как снаружи берем, а внутри, внутренний интерьер. Снаружи были побитые царапины, вмятины. Кто-то пытался там подмазать и говорил, что да нет, здесь ничего, а мы же все пробивали, смотрели. Один продавал мне вот эту очень хорошую информацию. Я нашел объявление, просто идеальный стингер, идеальный. 3100 в Подмосковье, черный, вообще шикарный. По-моему, даже на таких дисках был. И когда мы начали его смотреть, изучать, он без ДТП. Без ДТП. В итоге выяснилось, когда уже с ним начали ближе общаться, что машина не на нем. Такая вот история произошла. Она у него от сестры, ну вот эта вот история. И что произошло? Я начал пробивать этот автомобиль, так как мне понравился у наших сотрудников, любезных, ДПС. И они мне что скинули? Что машина, фотографии при мне прислали машины, без номеров. И что бочины у него нет вообще. То есть вообще. А фотки, фотки были идеальны. Она была вылизана, в информации указано, что без ДТП, не бита, не крашена. Вот там мне сотрудник показал. Для тех, кто не понял кратко, это стандартная история, когда люди покупают автомобили после ДТП по низкой цене. Восстанавливают их и выставляют на рынок под видом, что машина шикарна, идеальна. И многие на это ведутся. Низкая цена, красивые фотографии. Приезжаешь, но при детальном осмотре выясняется, что это битая машина. Вот здесь я хочу просто сделать даже акцент. Вот она, живая ситуация. Вот в отношении таких людей, кто продает, никакой ответственности не предусмотрено. Хотя неплохо бы завести как минимум административное дело. Как это так? Ты выставил свой автомобиль, если ты был участником ДТП. Ты знаешь то, что машина была битая. Но ты заведомо обманываешь другого человека. Это мошенничество. В этом нужно разбираться. Это ненормально. И таким образом, когда ты на все это дело насмотрелся, кто тебе подкинул идею, что есть другие страны и оттуда можно привезти машину? И как-то просто в гугле, в поиске, вбил автомобили, импортные автомобили. Выскочил стингер из Кореи, получается. Я начал смотреть, пробивать, смотреть сайты. Выскочила компания. Сначала начали предлагать мне свои услуги за процент по привозу. Но это на самом деле, как и все, я думаю, зрители скажут, что это не доверие. Очень опасно на самом деле. И начал искать через своих знакомых. А вот здесь кроется ключевой момент. На самом деле, Иван обратился в первую попавшуюся контору, которую ему подкинул Google. И более того, он даже предоплату внес. Но, как правило, предоплата это от 10 до 50 тысяч рублей. В его случае это было 15 тысяч. Он подобрал через сайт сам автомобиль. Далее я вам про этот сайт расскажу. И уже человек готов был ехать его вживую осматривать. Но ключевой момент, когда вы к кому-либо обращаетесь, что в один прекрасный момент вам скажут, что все, теперь нужно машину оплачивать. То бишь, сколько бы она ни стоила, полтора, два, три миллиона рублей, десять. Вам нужно будет эту всю сумму проплатить. И вот здесь у многих возникает переживание. Вот мы же сами занимаемся привозом автомобилей, я вам про это неоднократно говорил. Контакты, само собой, ждут вас в описании, где же еще. Но отмечу, что действительно многие переживают. А вдруг что? И Иван, обсуждая потенциальную покупку с супругой, пришел к выводу, что тоже переживают. И вспомнили, что у них есть товарищ, который вообще проживает в Корее. Вот у нас очень шикарный сюжет по информации. Все кроется в деталях. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно, чтобы потом не писать ненужные комментарии. А вот теперь внимательно смотрим и слушаем. Ребята, вот сайт ncar.com. Это условно аналог нашему автору. Но у этого сайта есть свои преимущества, свои плюсы. Так, например, в Корее, как говорят, изначально вообще предусмотрена уголовная ответственность, если автомобиль продается битый, под видом не битого. Если у машины умышленно скрутили пробег, и об этом говорят, что нет, нет, все родное. То есть за это там могут дать по пятой точке посадить в тюрьму. Это раз. Во-вторых, сайт вообще славится хорошими отзывами, например, того, что они туда запускают машины живые, показывают реальное описание. То есть, читая описание, оно должно соответствовать действительности. Ну, по крайней мере, так говорят. Вот на этот сайт, когда заходишь, в первые две минуты хочется оплеваться, закрыть его и уйти, потому что он изначально на корейском языке. Но если посидеть, посмотреть, выставить фильтр, то вы увидите следующую картину. Вот я вам прям специально делал такие пруфы по стингеру. Машины все указаны цены вонах. Вот нахожу белый автомобиль. Цена у него 2 миллиона 950 тысяч вон. А на наши деньги такая машина стоит 1 миллион 376 тысяч рублей. Еще раз, 1 миллион 376 за Kia Stinger, 2 литра, турбо, полный привод. Комплектация называется платиновая. То есть, отличие по комплектациям, естественно, есть от наших. Но в любом случае, звучит как-то очень даже хорошо. Начинаешь посматривать, так а есть еще и дешевле, а есть подороже, соответственно, побогаче. Конечно же, возникает вопрос. Так, а вот с этого момента поподробней. И, короче, первый шаг, самостоятельно сначала выбираете автомобиль, который вам приглянулся. Я ему скинул вариант, и он мне предложил, давай я позвоню своему, кто в Сеуле. И он выйдет, завтра ее посмотрит, прям с утра. Это был вечер, 8 вечера. В 4.50 мне уже кореец прислал фотографии этой машины, что он на месте у дилера. На сайте НКРа там 2 цены стоят. Одна с их комиссия, другая без. И вот мои корейцы почему-то как-то, каким-то образом смогли сделать, чтобы этой цены не было. Ребята, вся эта болтовня ради одного цифр. Сколько в итоге вот эта машина обошлась тебе именно там, в Корее? Вот со всеми твоими обвесами, со всем тем, что на ней есть. Почем? Считаем. Это я уточню, что курс на тот момент был выше. Вот почти 64. Это проводилось в том, за автомобиль. Это 1.906.000 вышло на рубли. Так, 1.906.000, это ты оплачиваешь непосредственно автомобиль. Оплата происходит с вифт-переводом. С вифт-поинвойс. Сейчас важный момент. Отмечают люди, что поезд, так как Олегу Тинькову дали по жопе, с Тинькова с вифт-перевода раз через раз работают, то зависают какие-то отмены. Но, тем не менее, есть и другие банки, которые проводят, и вопросов никаких нет. Заплатили. Дальше. Я знаю, что твой товарищ за организацию попросил небольшую сумму в 30.000 рублей. Да, 30.000. Вот, ребята, бесплатно никто ничего не делает. 30.000 рублей, пожалуйста. Ну, он работы намного больше проделал, чем даже за 30.000 рублей, потому что он еще помог дать человека в Владивостоке, на таможнюю, к этому мы сейчас придем. Короче, тоже круто, когда есть знакомые, которые живут в другой стране, где, собственно, вы машину покупаете. Вот это тоже, да, делаете выводы, потому что сам покупать все на ваш страх и риск. Дальше, смотрим, какие еще были расходы. Поехали. Так, дальше идет логистика. Логистика, получается, автовоз из дилера до порта. Сколько? На парковку. Это вышло 100.000. 100.000 рублей плюсуем сюда. Логистика. Дальше. Ну, форс-мажор тут небольшой, который я рассказывал тебе по поводу того, что приехал паром за моим автомобилем. И в Корее он сломался. И меня попросили докинуть 30.000 или подождать 20 дней. Вот выбирай. Либо 30-ку ты платишь, и тебе машину переставляют на другой паром. Другой паром. Ну, в другом городе. Либо ты ждешь 20 дней еще и трясешься. Так. Так. После этого момента машина отплывает. 2-3 дня она во Владивостоке. Отгрузили ее за один день и погнали на растаможку. Так, растаможка. Вышла по тому курсу, потому что растамаживается в долларах или в евро. Точно не могу сказать. Вышла 340.000. 340.000 за твой автомобиль. У тебя по документам 2019 год 25.000 пробег и 200.000. Сколько сил? 255 у корейцев. 255 сил. Так, есть. Растаможили. Дальше. Глонасс. Глонасс 50.000. Сейчас говорят, что это глонасс уже не надо, да? Уже не нужен. Вот на момент, когда я его брал, уже шли слухи, что его должны отменить. Но чтобы мне выдали документы, я был обязан его приобрести. Так. Поэтому я попал на эти 50.000 рублей на глонасс, а сейчас люди вправе не покупать. Дальше? Дальше выходит 44.000. Это лаборатория была. Честно, я не могу точно сказать. Может быть, что-то проверяют на предмет криминала? Возможно. Просто вот я запомнил, что лаборатория 44.000. Красава. Идем дальше. Дальше. А, все. Это будет автовоз до Москвы. Это 120.000 рублей. Плюс 120.000 это привезти тебе в Москву. Да. Ну, чуть меньше, ну да, эта сумма. Все? Да, все, больше ничего. 2.620.000 рублей. Итого встает автомобиль, который там стоил 1.906.000. При этом, тысяч на 100.200.000 можно было бы взять попроще, если бы не было всех вот этих обмесов. Вообще спокойно. Минус 200.000 вычитайте отсюда. Запросто. Сто процентов. Это с этого автомобиля. Минус 50.000 за глонасс, который они должны уже платить. Ну, минус 250.000. Это если мы берем что-то там такое же, ну, без вот этих вот бирюлик, назовем. И курс валюты еще здесь. И курс валют. Короче, это еще можно 1070, я думаю, там в рублях допаскин. Короче, ребята, плюс-минус, если доллар торгуется там по цене 56-57, к примеру, вот такие цифры вам выйдут за автомобиль 2019 года. Но, опять же, можно плюсануться, и машина будет 20-21 года гораздо свежее. Сколько времени все это дело заняло? Вот именно с того момента, когда ты говоришь своему другу, давай, все, занимаемся, кидаешь ему предоплату, и чтобы ты получил уже автомобиль в Москве. Сколько прошло времени? После оплаты прошел ровно месяц. Месяц. Единственное, уточню один момент. Автомобили, которые мы заказываем, получается, в других странах, должен пройти срок от 3 до 5 лет, то есть автомобиль. Потому что мы попадаем на пониженную стоимость растаможки. Растаможки. Почему 19-й год был? Потому что 20-й уже попадает как бы под другую стоимость. И растаможка была бы не 340 тысяч, а 780. Короче, в два раза. В два раза. 48% сразу стоит. А стоимость именно нового автомобиля, 20-го, 21-го года, такого же, она вообще практически не отличается. Я не знаю, с чем это связано, но вот такая же стоимость нового автомобиля там, как и 19-й, 18-й годы. Ребята, все, что вы видите, приехало из Кореи, в том числе даже эти коврики. На самом деле, с одной стороны, в них есть свой плюс, с другой стороны, есть свой минус. Вот так от себя чисто. Вот у меня ковры в машине, они уже, знаешь, полностью все закрыто. Вот эта вот тема хорошая, она не воняет. Когда, например, ты сейчас будешь там зимой кататься, она не гниет. Но, тем не менее, кто покупает новые тачки с пробегом, обратите внимание, я вам просто кратенько от себя рекомендации оставлю на ковры. Многим нравится. Одни пишут колхоз, другие говорят, типа, да шикарный вариант, и не могут сами даже еще найти, где такие ковры купить. Также, 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 ребята, мы запускаем автомобиль. У нас здесь стоит система управления выхлопом. Ее сделал кореец. Вот сейчас она включена. И дилер сказал, что на заводе не смогли бы так сварить. Вот сейчас она включена. То есть, слышите, да? Это 2 литра мотор, 255 сил. Ты его никак не чиповал, хотя он чиповке поддается. Нажимаем на кнопочку. Вот, заскрипела. Заскрипела. Система застонки закрыли. Слушай, мне кажется, она не закрылась. Закрылась. А, вот так вот, типа, это сток сейчас. Это сток. А, ну вот, короче, чуть сильнее нажимаешь уже. Короче, поиграться можно. Вот ты расскажи, что здесь прямо вот такого, что ты говоришь, типа, это непростой стингер. Это у меня непростое. Кто у тебя есть из допов? Ну, кроме выхлопа, получается, он установил здесь оптику другую. Это рестайлинговая, да? Это рестайлинговая оптика. Да, и... Колеса. Это с завода такие шли? Черные нет, он сам красил, получается. Ага. Тормоза Brembo? Тормоза, диски? Это сток. С завода идет. А, вот с завода идут. Двухлитровые в этих комплектациях в Корее идут сразу с завода. А у нас, насколько я знаю, они вроде ставятся, но в версии 3.3 самой максималки. То есть, на 2 литра не ставят. Сплитер спереди карбоновый, правильно? Правильно. Два сплитера, получается, один нижний, другой верхний. И эти две части. Ты загонял машину к официальному дилеру. Они ее посмотрели, ходили тут облизывались, говорили, блин, да она по всем параметрам лучше. Хотя ты думал, что сейчас тебе ее засрут, скажут, да вот корейское говно, лучше бы в России купил. Что было, когда ты приехал? Вот я расскажу, как это было изначально в Корее, как я ее купил. Мой товарищ кореец прислал к этому дилеру человека, который полностью обошел и сфотографировал все косяки. И сам дилер показывал косяки, которые здесь есть. Их было мало, там сколы, царапины. Это все мне сфотографировали и прислали. Полностью прошел толщина метра, все смотрел. Ни одной детали не было крашенной. В итоге в Москве я приезжаю, я уверенно еду в Шереметьево, приезжаю, я с надеждой на то, что они должны найти какой-то косяк в машине. Потому что лучше я буду знать о каком-то косяке и его исправлять. В итоге я сижу, жду машину на диагностике. Выходит менеджер, говорит, можно вас... Мы приходим к машине, она поднята, и они мне показывают просто чистый автомобиль, новый. И сам менеджер и техник говорят, ну, машина просто в идеальном состоянии. Он говорит, мы таких машин вообще не видели по РФ. Пружины полностью вылизаны, подвеска. Вопросов по машине вообще никакой нет. Полностью она в стоке, ничего не делалось. Он говорит, в РФ комплектации вообще даже, ну... И у тебя еще отличия по комплектации, да? И что у тебя здесь из того, что нету в России? Здесь сразу с завода идет удержание полосы и активный круиз-контроль. А что, в России такого нету разве? Есть, но идет на 3.3. А, короче, как опция дополнительно, а здесь это как бы с базовой версии. Здесь это сразу с базовой версии, да. Ну, круговой обзор и так далее. Ребята, мы вам все кнопочки покажем. Кому интересно, кто там фанат стингеров, можете написать развернутый комментарий. Вот это вот, да, китайщина. Это поставили корейцы. Я вообще здесь ничего не ставил. Здесь были иконки, внимание, с кем? Ну, не наши, не православные, а их, короче. Ну, пожалуйста. Вот у них тоже, пожалуйста, своя вера. Также иконки были расположены. Машина еще не проходила никакую химчистку, полировку, керамику. Ровно как вот она приехала из Кореи. Вот ровно так вы ее и видите. Обратите внимание еще на шильдик. Может показаться, что что-то заколхозили от себя. Но нет, ребята. Вот вам, пожалуйста, отличие. В Корее вот такой идет значок. И здесь написано стингер. В целом, по-живому, да, машина смотрится очень интересно. Подчеркиваю, 3 года, 25 тысяч пробег. Здесь есть такие небольшие там царапки на кузове. Ну, потому что сам по себе цвет такой капризный. Полировочку, керамику. Уже машина будет вся блестеть. Химчистку салона в силу того, что он все равно 3 года. Плюс там кожаный салон. Ну, посмотрите, что вы получаете. Вот я как человек, который когда-то чурал себе авторечки. Типа, да зачем, новый автомобиль, это новый автомобиль. Все течет, все меняется, доходы меняются. Казалось бы, где-то, может быть, начал зарабатывать чуть больше. А сейчас цены стали такие, что вариант привезти автомобили за границей становится вот таким. Особенно, когда ты слышишь вот такие истории от человека, что месяц приехала машина, дольше ждал доставки по нашей стране. Зацените, колеса 19-е. Резина, Michelin пришла. Колеса еще разные, широкие. Это тоже уже деньги какие-никакие, ну, тем более солидные. Брембо тормоза с одной стороны круто, с другой стороны, друзья, смотрите все наперед. Одно дело пришло, а другое дело дальше это нужно будет обслуживать. И, соответственно, поменять тормозишки, это в копеечку встанет. Еще одно из отличий, что автомобиль изначально сам по себе пониже клиренсом. Но полный привод, человек передвигается по Москве, вполне достаточно. Тут уже каждый смотрит под себя. Не нужен вам низкий стингер, пожалуйста, возьмите себе что-то более высокое. Нравится тачка? Я в восторге, честно говоря. То есть первое впечатление, прям кайфуешь, особенно после поезда к поездке к дилеру, что тебе там, о, как круто. Каждый день я удостоверяюсь в том, что я сделал правильный выбор, честно говоря. Потому что то, на чем я ездил в Москве, что я здесь смотрел, я такого не видел, не получал. Ну и, друзья, подчеркиваю, что Ваня купил машину для себя. Эта машина не на перепродаже. То есть никто вам там сейчас скрытую интеграцию серии кинстингер, пацаны, в Москве, можно забрать. Хотя ты сам рассказываешь, что пока он к тебе еще ехал, где-то в Уфе. Это был автовоз же у нас получается. И в Уфе, когда был разгрузка одного автомобиля, к водителю подъехала машина и попросили номер телефона мой. И за 3 миллиона они предложили забрать. Короче, считаю, 300к машина еще не доехала, а ты бы уже мог бы, даже больше, чем 300к, ты мог бы уже в кармашек себе закинуть. Вообще сходы сразу, да. Опять же, а еще можно было бы поторговать с этим ценой. Ну, 300, 300, 300, 300, 300, согласитесь, будет. А вообще 600, плюс цвет, ребят. В России, говорят, такого цвета не было? Не было. То бишь, тоже по-своему уникально. Едешь по городу, да, у тебя машина... Это мне в РФ сказали уже, товарищи, руководит стингер. А, руководит стингер. Он сказал, да, так вот это он. Слушай, давай подводить постепенный итог. Таким образом, ты получил автомобиль за 2,600, ну, мы вывели цифру на экран. Если чуть-чуть подождать, что курс доллара упал, выбрать версию чуть попроще, без обвесов, то можно было бы уложиться и того в 2,300. Ну, все шикарно. Какие-то подвохи есть? Ты вот когда общался с ребятами со своими, кто в Корее живут, как могут людей обмануть? Что они сами рассказывают? Вот от тебя какие советы люди могут быть? Риски есть, задержки, может быть какая-то история с государствами связанными, какими-то переворотами, форс-мажорами, закрытие границ, и ты автомобиль не сможешь никак уже привезти, пройдет год, только заберешь его. И самый, конечно, жесткий риск это, что сгорит или утонет паром. А такое было? Такие истории были, к сожалению. То есть это будет, друзья, форс-мажор, и получится такая картина, что автомобиль, если вы не страхуете, а нужно обратить на это внимание, что, собственно, застраховать-то его тоже можно. Соответственно, просто получится такая картина, что и компания, которая вам везет, ну что, они что ли виноваты? Да не виноваты они. Ты виноват, ты не виноват. Кто виноват? Никто не виноват, корабль утонул, к примеру, или там загорелся. И все, и то есть они денег, ни машины, ни фига. И вот по плюсам и минусам привоза автомобиля из-за границы спорить можно долго. Ну вот посмотрите, по 64 рубля он покупает доллар при покупке автомобиля. Потом был период, когда доллар был 56. Вот эта разница в деньгах при покупке этого же автомобиля была бы 238 тысяч рублей. Так еще отменили ГЛОНАСС. Кто бы мог подумать, что отменят ГЛОНАСС, но тем не менее 50 тысяч еще остается в кармане. Ему понравилась версия, которую он выбрал со сплиттерами, с дополнениями, с доработками. Но можно от всего этого отказаться, 1150-200 ты еще сэкономишь. Но при этом можно купить автомобиль, оплатив его, будучи дома в России, и не дождаться. Таким образом, денежки ушли куда-то на небо. Можно иметь желание сэкономить еще, обращаться в разные компании, искать где дешевле, и таким образом нарваться и вовсе на мошенников, которые вас обманут. Короче, друзья, я делаю на этом акцент, что моя задача всегда сделать объективно. А вот вы думайте, взвешивайте и принимайте решение, как вам поступать при покупке автомобиля. Друзья, говорим Ивану огромное спасибо. Шикарный отзыв. Все по-честному. Вот частник привез автомобиль. Теперь вы понимаете, что почем. Плюс-минус в цифрах выходит по привозу автомобиля из Кореи. Я надеюсь, вам этот сюжет был полезен и интересен. Вы узнали одну из историй покупок, живую историю покупки. Все ссылочки и контакты на меня остаются в описании. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Там много анонсов различных. Подписывайтесь на сам канал, если вы этого не сделали. Также есть все контакты со мной для связи. Хотите принять участие в роликах? Вам есть что рассказать? Пишите, предлагайте ваши идеи. Будем договариваться и снимать. Как вам такая малышка? Осталось только поставить на учет и все. Полетела, поскакала. Ну а у нас сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.